Здравствуйте, дорогие зрители! Эксклюзивно для нашего канала мы имеем информацию от народного артиста Республики Казахстан, композитора Бакира Яхьяновича Баяхунова, Адимаши Кудайбергене. Начинаем наше видео. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Не просто просматривайте, а именно подписывайтесь. Наш зритель уже хорошо разбирается в материале, предоставленном в интернете, и он понимает, что наш канал имеет не просто информационную базу, но также и познавательную. Поэтому подписывайтесь активнее, друзья, и, конечно же, ставьте свои лайки. Почему мы обратились именно к этому человеку? Безусловно, мы видим некую схожесть, точки соприкосновения двух талантов. Музыка Димаша не знает границ. Это запад и восток, это традиции и современность. Также и композитор корифей казахстанской музыки Бакир Баяхунов впитал в себя многообразие различных национальных культур. Как у Димаша, так и у Бакира Баяхунова в творчестве важно, как связь традиционной национальной народной музыки с достижениями мировой музыкальной культуры, так и внутривосточный синтез музыкальных языков. А это редкое качество, редкий талант, присущий и тому, и другому. И еще одну интересную схожесть мы увидели. Сделать доступным для широкого округа слушателей свою национальную музыку на своем родном языке. Бакир Баяхунов прежде всего открывает новый этап в развитии национальной дунганской музыки. Он является первым профессиональным композитором Центральной Азии, создающий музыку классическую, камерную, опираясь на материал, бережно переданный с поколения в поколение его народа. Этим самым он воспевает свой народ и показывает самобытность культуры своего народа. Все это довольно сложный процесс. И в этом опять мы видим схожесть Димаша и композитора Бакира Баяхунова. Димаш, хоть и народный артист мира, как его называют на одном из каналов, однако его репертуар прежде всего сложен из казахской музыки. Димаш популяризирует свою национальную культуру. И еще, здесь мы продолжим говорить о феномене, о котором начали говорить в прошлой передаче о поколении Зи. Мы говорили с вами о Денисе Тене, который идентифицировал себя с той национальностью, на земле, которую он родился, рос и проживал. Он говорил «Я казах» и выступал всегда в рядах олимпийской сборной казахстанской команды под казахстанским флагом. Так вот, мы сталкиваемся опять с этим интересным феноменом сейчас, когда человек создает такую музыку, которая близка его душе, его сердцу. Бакиру Баяхонову близка и понятна и дунганская музыка, и казахская. Композитор формирует национальную стилистику, избирая средства выразительности, соответствующие фольклорному музыкальному материалу. Здесь чувствуется крепкая рука мастера. Причем мастера, который во всех тонкостях освоил азиатское, или как его еще называют, ориенталистское направление, и работает в нем легко, свободно, с наслаждением. Он говорит, мой композиторский стиль двуязычен, в нем две ветви, дунганская и казахская. Поэтому в сочинениях моих звучат песенные и инструментальные дунганские мелодии, казахские песни, кьюи, дамбра и кобыс. Такие композиции, как «Искрма», «Сны корхэта», «Музыка на тему канарбая», еще раз подчеркивают, что Бакир Баяхунов не просто создает казахскую музыку, он является носителем богатой казахской культуры, он знает ее истоки, он передает культурные ценности казахского народа молодому поколению. К этому нужно добавить, что Бакир Баяхунов, кроме того, что пишет музыку, он еще и делает прекрасные инструментовки, такие, например, как на музыку легендарного казахского композитора Газизы Жубановой, «Четыре прелюдия для камерного оркестра» или «Си Синхай», «Амангильды» и другие. Напомню, что в свое время папа Димаша, канат Айдбаев, собрал целую музыкальную коллекцию всей семьи Жубановых и даже открыл культурный центр в Актюбинске, посвященный музыкальному наследию Жубановых. И в этом мы видим сходство музыкальных интересов всей семьи Айдбаевых и композитора Бакира Баяхунова. В этом и заключается понимание многонациональности Казахстана. Жить и работать так, чтобы была возможность не только жить, но и возможность создавать такие шедевры в творчестве, в спорте, в бизнесе. В Казахстане нет своих и чужих. Все равны. Так же, как и в Америке, много наций живут одной большой семьей. Я всегда сравниваю многонациональный Казахстан с Америкой и говорю, много схожестей, толерантность, создание равных условий для проживания всех национальностей и народностей. Вернемся к Бакиру Баяхунову. Он и его супруга, казашка по национальности, Светлана Молдобековна Исаева, воспитали прекрасных детей и назвали их казахскими именами Лейла и Асель. Поэтому, наверное, для Димаша, который рос и развивался на этих принципах, нет границ. Он свободно общается как с американцами, так и европейцами, как представителями латинских стран, так и азиатских. Нам очень важно мнение Бакира Баяхунова о Димаше, который является общественным деятелем, большим педагогом, наставником молодых музыкантов, певцов, теми, кто вместе с Димашем развивает музыкальную культуру Казахстана. И сейчас он, как большой профессионал своего дела, делится с нами, своим мнением о творчестве Димаша. Относительно Димаша, молодого, но уже известного в мире певца, могу сказать, что слышал Димаша в Ютьюбе. У него хороший голос и классический вокал. Его эмоциональное исполнение впечатляет. В шоу-бизнесе, вообще-то, наличие голоса не является нормой. Тематика, аранжировка, постановочные эффекты, колдовство звукорежиссеров – все это работает на зрителя, слушателя. У Димаша, как мне представляется, своей репертуарной политики нет. Она во власти работодателей, с которыми не могут конкурировать казахстанские менеджеры и композиторы. Хотелось бы пожелать Димашу создать новые интерпретации казахских песен. Это требует больших творческих усилий музыкантов, учитывая, что современная эстрада давно стала наднациональной. Стремление сохранить связь с народной основой я слышу в аранжировках индийских песен, также ближневосточных. Но это всего лишь простые стандарты. По желаниям, по национальному репертуару не хочу ограничивать творческий диапазон яркой личности Димаша. Он должен развиваться многогранно. Вот немного о самом композиторе. Как я уже сказала, композитор работает в классическом жанре, и в его богатой, колоритной, наполненной самобытности восточными интонациями музыки, вы услышите отголоски музыки его учителей. Когда композитору задают вопрос, преемником какой школы он себя ощущает, он отвечает, что прежде всего классической школы. Потому что Бакир Баяхунов учился у Кудуса Кужамьярова. Кужамьяров у Евгения Брусиловского, ученика Штейнберга. А он, в свою очередь, был учеником римского Корсакова. Поэтому не зря Бакира Баяхунова, шутя, называют праправнуком римского Корсакова. Вы и сами можете убедиться, как виртуозно композитор Бакир Баяхунов работает в классическом стиле. Бакир Баяхунов светский человек, узнаваемая личность. Он награжден рядом правительственных наград. Что импонирует всем нам, это то, что композитор Бакир Баяхунов, занимаясь долгие годы общественной деятельностью и публицистикой, был председателем Совета Дунганского культурного центра. Он по-настоящему знает, как живет дунганский народ в большой семье народов Казахстана, с какими вопросами сталкивается и как решаются эти проблемы казахстанской властью. Он настоящий гражданин своей родины, Казахстан. Он остро поднимает вопросы социального самочувствия всех граждан, проживающих в Казахстане. После февральских событий 2020 года Бакир Баяхунов направил обращение к президенту Казахстана с требованиями оперативного реагирования на конфликтную ситуацию. Вот цитата из обращения к президенту Казахстана. Обращаясь к вам, Касымжамарт Кемелевич, мы хотим знать, что именно побудило силовиков избрать своей жертвой дунганское население. Вполне очевидно, что погром на Курдае лишь следствие неведомых нам политических игр. И мы ждем гарантии мирной жизни дунганского народа на казахстанской земле, веря в нерушимость дружбы народов. Как я уже сказала, Бакир Баяхунов – публицист, ученый, почетный профессор Казахской национальной консерватории имени Курман-Газы. Им написан и опубликован ряд научных работ, значимыми среди которых являются книги о композиторском искусстве Казахстана и истории начала Алматинской, а теперь уже Национальной консерватории имени Курман-Газы. Студенты консерватории очень горды тем, что учатся у великого казахстанского композитора, почетного профессора Бакира Баяхунова, который внес значительный вклад в казахстанскую композиторскую школу с ее новыми традициями, яркими представителями которого являются Тулебаев, Мусин, Байкадамов, Кужамьяров, Зацепин. Многие дирижеры, к которым относится и Тимур Манбаев, охотно исполняют произведения Бакира Баяхунова, говоря, что в них немало элементов современной техники и даже технологии. Ведь композитор Баяхунов использует для своей работы дома все новые компьютерные технологии, для сочинения новых музыкальных произведений, для записи нот в компьютере. Наряду с современными технологиями Бакир Баяхунов для создания новых произведений устремляет свой взгляд и использует средневековую мукамную музыку. Синтез современной техники с обращением к средневековью захватывает слушателя и держит его в поле внимания. Вокальный цикл на слова Омара Хаяма создан именно в этом стиле. Итак, что необходимо Димашу с точки зрения уважаемого композитора? Хороший репертуар, который может быть пополнен песнями казахстанских композиторов. У Димаша есть в его репертуаре песни ярких казахстанских композиторов, в том числе и Кенеса Дусикеева. Харагмай, написанная несколько лет тому назад. Есть и песни современных композиторов, которые тоже имеют свое место в репертуаре Димаша. Но репертуар нужно пополнять. А почему бы ему еще и еще раз не обратиться к солидным композиторам, которые сделали уже свой весомый вклад в музыкальное наследие Казахстана? А будет ли она конкурентной или нет, это вопрос другого характера. Время покажет. Для этого нужно приложить множество усилий, как композиторам, авторам, так и самим исполнителям Димаша. Тем более, мы уже знаем, как Димаш может интерпретировать любую песню в своем исполнении. Что может привлечь Димаша в музыке композитора Бакира Баяхунова? Во-первых, Димаш, жанр исполняемой им музыки, характеризует как неоклассику. И на этой основе они могут объединить усилия для создания прекрасных песен. Композитор, работающий в классическом жанре, и певец, поющий неоклассику. Прекрасный тандем, в котором можно создать шедевры, которые могут остаться на века. Здесь можно показать не только бриллиантовый голос Димаша, но и красивую мелодию, замечательную музыку. Во-вторых, это очень важно. Димаш не ставит себе цель прославиться только как вокалист. Его великая миссия – объединить при помощи музыки разные народы и разрушить многовековые культурные границы между Западом и Востоком. А эта стилистика, этот посыл лежит также в основе музыки композитора Бакира Баяхунова. И еще одно. Я не специалист по вокалу, но мне кажется, мукавную музыку Димаш уже применял в своих песнях, как «Хэлло» и «Грешная страсть». А почему вы ему не продолжите эту традицию и других уже новых произведениях, этим самым создавая историческую нить между прошлым и настоящим? Вот некоторые мои мысли. Напишите в комментариях, согласны вы ли с ними или нет. Возможно, у вас есть свои видения тандема двух талантливых творческих личностей, известного композитора Бакира Баяхунова и молодого талантливого певца Димаша Кудайбергена. Нашему уважаемому композитору мы бы хотели выразить искренние слова благодарности за его внимание к нашему каналу. Ведь его мнение о Димаше имеет большое значение для нас, для всех. А еще хотелось бы пожелать Бакиру Яхьяновичу Баяхунову долгих творческих лет новых талантливых учеников и создания новых шедевров с молодым талантливым поколением певцов, работающим в классическом и неоклассическом жанрах. Как Димаш Кудайберген, Мария Мудряк и другие. Друзья, мы представляем вам нашу продукцию. Это толстовки, сумочки, кружки и другое с изображением Димаша. Давайте создавать сообщество любителей творчества Димаша Кудайбергена. Мы оставим линк в описании под видео. На этом все, дорогие друзья. До новых встреч!